Пришел Тим Кук, и я говорю, Тим, подожди, у меня приложение с тобой. Он объяснил, почему Kanye West Gain. Я реально, это прям взрыв башки. И после этого бросил школу. Всем привет, добро пожаловать на канал ProBlog. Меня зовут Виктория Бородина, мы находимся в Сан-Хосе. Рядом со мной Кирилл. Кирилл недавно приехал из Санкт-Петербурга. Кирилл, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, что ты здесь делаешь, зачем приехал и чем ты занимаешься? Я Кирилл. Мне буквально два дня исполнилось 18. Я работаю во Вконтакте. Занимаюсь экспериментальными приложениями, iOS-озработкой. Еще пилю свои проекты. Вот здесь я был, сейчас буквально закончилась конференция WWDC от Apple. И я выиграл в scholarship, то есть бесплатный билет. И, соответственно, приехал сюда. С Симу Куком уже пообщался лично. Здорово. Тебе вот только исполнилось 18 лет, но ты уже сделал определенные успехи в программировании. А когда ты начал увлекаться этим? Ну и почему вообще, как так случилось? В лет так 11 я решил, что буду программистом и попросил маму купить книжку по языку программирования Python. Она мне купила, я ее начал читать, изучать. И там типа вот на протяжении года, так полутора, я ее осознавал. Были какие-то перерывы. Это было сложно для 11-летнего чувака. Что-то читать, еще программировать. Вот, а потом каким-то образом меня Одноклассика просил сделать игру для андроида. Я тогда еще, ну, типа очень сложно это для меня было. Но каким-то образом я ее сделал. И затем я переписал ее с C++ на Java. Ну, выложил в Google Play. А потом решил, что надо еще и под iOS сделать ее. Сделаю под iOS. Но с iOS была более сложная ситуация, потому что там за аккаунт девелопера нужно платить 100 долларов в год. Но я нашел как-то эти деньги, выложил в App Store. И вот так вот мне понравилось больше писать под iOS, чем под Android. И так я стал ее разработчиком. Мне было лет 13-14. Ты делал это как full fund, да? То есть сначала для себя. А когда у тебя появился вот первый заработок с этого занятия? Ты помнишь? Ну, в лет 14-15. Самое первое, что я нашел, это нашел работу на фриланс-сайте. Там взял проект. Чего-то как-то заработал первые деньги. Но это было сложно. Потому что очень сложно, когда у тебя нет условно никакого опыта, никакого резюме, ничего. Взять какой-то проект, чтобы тебя взяли. Но что-то получилось за очень маленькие деньги. А потом я делал приложение. Я попал в комьюнити iOS-озработчиков в России, CocoHeads. Мы делали для них приложение. И там чувак, когда мы сделали приложение, ему понравилось, как я работаю, потому что мы все вместе работали. И там в Slack общались. Ему понравилось. И он пригласил меня на свой проект, которым он занимался, и платил мне. Это было приложение по отложенным постам Инстаграма. Интересно. Сейчас ты работаешь во ВКонтакте. Да. И занимаешься своим проектом. Да. Как ВКонтакте тебя нашел? Или ты устроился бы на работу? Меня только исполнилось 16. И я много людей уже... Ну и даже моих знакомых, которым тоже уже было 16, работали. И я считал, что типа это... Я чувствовал себя не с каким-то... Не полностью... Каким-то удовлетворенным, что ли. И... Я вот пробовал. Типа мне условно давали какие-то сайт-проекты. Но как полноценной работы у меня не было. И я решил, что у меня уже несколько знакомых работало ВК. Я решил, что нужно попробовать. И я написал одному из знакомых. Он меня свел там с руководителем. Мне дали тестовое здание. Я его делал там на протяжении недели. Не ходил в школу. Просто там с утра до ночи. Получилось сделать. Меня пригласили в Зингер. Ну, это офис ВК в Питере. И... Собственно, всем понравилось. И я так устроился. И после этого бросил школу. Ты бросил школу. Это у тебя была шнаблая. Почти два года прошло. Почти два года. Ты как планируешь возвращаться в школу? Считаешь ли это было правильным решением? Как ты вообще относишься к образованию? У меня нет таких планов. Но я не говорю, что словно я не захочу как бы вернуться. Но вообще в данный момент мне это даже не нужно. То есть сейчас я занимаюсь тем, чем мне нравится. Ну, я сейчас уже даже отхожу от разработки. Я занимаюсь и маркетингом, и продукт-аналитиком. И своими проектами занимаюсь. То есть это уже больше такой интернепренершип, что-то такое. Я подчерпываю очень много из самообучения. То есть я читаю много разных книг, курсов. Ну, курсов меньше, конечно. Вот. Там что? Общаюсь с огромным количеством людей. И вот я тут общался с CEO призмы на Дабдабе. Там CEO маскарадо. Я фаундером его. Проект, которому Facebook продали. Расскажи, пожалуйста, вот о стипензии, scholarship, которую ты получил. За что? И, собственно, какая твоя миссия здесь? Ну, вот есть конференция Дабдабдиси, и билет стоит по 1600 долларов для разработчиков. И более того, такое большое ажиотаж, что не всем, кто покупает 1600 долларов, дают билет, а там выбирают с рандомной рулеткой только среди тех, кто подался. Вот. Но есть, как бы, для студентов отдельная штука. Это scholarship, на который ты можешь податься, и тебе дадут бесплатный билет. Соответственно, я подавался уже три раза, и только в этот раз у меня получилось выиграть. Это представляет из себя Swift Playground. Для этого были другие конкурсы, но последний три города – это Swift Playground. Специальный инструмент, с помощью которого создают вот такие лайтовые приложения. И эссе. Вот. Соответственно, в этом году я сделал, и меня пригласили. Так, как вы могли бы поговорить с ним? Как это было? Это было очень круто, потому что в последний момент он сказал, «О, ребята, я оставлю вас». И я сказал, «Вы хотите увидеть мой Playground с вами?» Да. И он сказал, «Да». И он сказал, «Да». Да, это было замечательно. И что это аппетит, который ты создавал? Да, это называется «Клэвер». О, это очень круто! Да, но в русском. Расскажи, как это было. Это прикольно. Вот, потому что, получается, есть день Keynote, самый, который в понедельник был, где представляют, там, ну, то, что все смотрят по всему миру, там, ходит Тим Кук по сцене, говорит, там, вот у нас iOS 13, у нас, там, куча всего нового. Ну, это именно для разработчиков конференции, то есть тут, как бы, нет, никаких айфонов не представляют, их в сентябре представляют. Да. Вот, и до этого был день, когда было много всякого веселого именно для сколошиперов. Вообще, сколошиперов выбирают, там, с 300-400 всего мира. 300-400. Так получилось, я не знаю, как. Это, конечно, очень прикольно. Я не знаю, можно ли об этом говорить прям активно, но выбрали, условно, каких-то сколошиперов среди всех сколошиперов, и в том числе меня, и позвали на встречу с прессой. И потом случился какой-то сюрприз. Мы показывали главному маркетинг-офисеру Apple наши проекты, с которыми мы подавались. И пришел Тим Кук и начал подходить ко всем. Ну, не ко всем. Его начали, скажем так, таргетить команда Apple. Вот, подойди к тому, чуваку, подойди к тому, чуваку, подойди к тому. В итоге у него время-то ограничено, выбрали там 40 человек. И он обошел там, словно, 4-5. И такой говорит, все, у меня тайм, я пошел. А у меня Playground, то есть проект, был с говорящим Тимом Куком, который учит тебя программировать. Ты должен соединять блоки. И он бегает с ногами Марио под веселую музыку, и у него синтезированный голос. И я кричу ему, типа, Тим, подожди. А меня пропустили, мне, типа, не очень кайфово. Я говорю, Тим, подожди, у меня приложение с тобой. И он такой, о, let me see. И подошел. Но минус был в том, что у меня было 20-30 секунд на питч показанную, а у остальных, типа, по 3 минуты. Как он отреагировал? Ему понравилось, он посмеялся. Давай-ка вернемся к теме ВКонтакте и вот к игре вот этой, словно, в викторине, клевер. Расскажи о самых таких значительных челленджах, с которыми вы встретились во время работы над этим проектом. Погу рассказать, во-первых, это запуск, но с клевером было сложно. Сейчас мы будем делать, ну, окей, не буду про это говорить. С клевером было сложно при запуске, потому что у нас были очень ограниченные сроки, потому что на запуске, условно, уже был похожий продукт здесь как раз. И нам нужно было запустить его первым в России. И мы знали, что кто-то его тоже запускает в России. Мы очень торопились, поэтому я, условно, очень мало спал. Мы работали на выходных круглыми, там, днями, чтобы запуститься первыми. Это было сложно. И второе, сложно, это день релиза, когда у нас было очень много технических проблем. Я тоже очень мало спал. И очень много было, там, стресса, нервов и так далее, да. Предлагаю поговорить немножко о твоем круге общения. Тебе вот 18 лет. С кем ты общаешься в основном? У меня есть, как бы, знакомые из Питера, которые делают также какие-то начинающие такие стартаперы. Из моей команды ВКонтакте, из моего отдела несколько человек. Вот. Они все достаточно молодые. И у нас такая вот есть тусовочка питерская. Ну, это, то есть, ребята, которые постарше тебя получают? Нет, но кто-то постарше. Ну, условно, есть несколько человек, которые моего возраста. Кому-то там уже 19, 20, кому-то 25, 27. Но я тебе скажу, что никто, как бы, я давно не помню, чтобы кто-то меня, как бы, что-то был считил за мой возраст. То есть, обычно мы общаемся на равных со всеми. То есть, у меня коллеги есть кому под 35 лет. Мы с моим руководителем общаемся, вот, типа, очень круто там, типа, не знаю, шутим. Да, но это было всегда или вот, когда ты пришел, было некое недоверие к твоему возрасту, не знаю, там, на каких-то митингах, когда ты что-то говорил, не воспринималась всерьез? Было когда-нибудь такое? Ну, слушай, нет, такого не было. Ну, то есть, такое было, когда я еще не работал во ВКонтакте. Вот. Но вообще, я, как бы, за последние, там, два года, условно, набрался опыта. Когда я только пришел в ВКонтакте, я не был еще суперопытным чуваком. Да, я сейчас не суперопытный, но, как бы, говорю достаточно уверенно. И это, как бы, не знаю, может, сближает людей. Такого не было. Но я могу сказать, что, конечно, в больших компаниях, таких как ВКонтакте, Mail.ru, Яндекс, тебе не дадут какое-то, сделать прям сверхъестественное решение. Потому что все-таки там есть люди, которые больше опыта. Вот. Но, с другой стороны, как бы, я занимаюсь своими, мы занимаемся экспериментальными продуктами во ВКонтакте, и мы можем принимать внутри продукта, как бы, много своих решений. Но, как бы, глобальные решения, конечно, нам не дают до конца принимать. Но это понятно, почему. Твой проект. Что это? Как родилась идея? Мой проект – это приложение по медитациям. У нас есть команда, маркетолог, продукт-аналитик, и я, как, не знаю. Я сейчас пишу код, но мы хотим найти другого разработчика, который будет этим заниматься. Потому что сейчас я больше… Мы будем фанрейтить. Мы… Я вот общаюсь, хожу там по встречам всяким, мне это больше нравится. И в целом, я, как бы, у меня нету сейчас много времени на код. Но я, как бы, отношусь к продукту напрямую. Медитации сейчас – это очень активная развивающаяся тема. Собственно, это категория health, ну, это как здоровье. Кратный рост дает в США по доходам. Я хочу тебе сказать, что из моих знакомых медитацией не занимаюсь только я. Все остальные здесь занимаются, поэтому… Да, и здесь это популярная тема. И, соответственно, какой-нибудь халм оценивается уже в миллиард, как просто приложение. Собственно, мы можем сделать лучше, чем, условно, наши конкуренты. И в этом я считаю, как бы… Сейчас у нас фокусировка именно медитации, но мы хотим больше потом распространиться на здоровье, как в целом фастинг, воркаут, там, сон и так далее. Что еще? Сейчас основное отличие у нас – это гиммификация. У нас есть тамагочи, которые становятся сильнее от того, как много ты медитируешь. И мы хотим сконцентрироваться именно на гиммификации. Поскольку ты фактически занимаешься самообразованием очень много, тем или иными способами, можешь сказать, какие-то для себя наиболее работающие способы взять какую-то информацию? Да. Например, что для тебя работает? Google. Google. Google – это самое главное вообще для любого человека, я считаю, во Вселенной, потому что там есть, ну, можно сказать, что все, ну, по крайней мере, поверхность, там есть все. И если ты в чем-то заинтересовался, там как раз можно найти книги, курсы и все-все-все. Ну, я про курсы не говорю, потому что я считаю, что как раз курсы – это что-то для начинающих совсем. То есть по программированию курсы я не беру, я вот недавно брал по продукт-аналитике. Что работает? Я очень-очень люблю чекать различные информационные ресурсы и быть в тренде, как бы, того, что сейчас происходит. То есть я, например, читаю очень много VC.ru, TechCrunch, Product Hunt и собираю информацию оттуда. Оттуда уже, ну, к стартеру, оттуда я уже, как бы, разношу, как бы, корни. Там гуглю много всякой информации, Википедия и так далее. Понятно, что это не углубленный, не что-то углубленное. Ну, вот, например, я нашел 2008 года курс MIT по финансам, и это достаточно интересно. Ну, финансы, как бы, не устаревают. То есть 2008 год – это все равно, и это MIT, там, топовый чувак преподает. Сейчас, мне кажется, самая большая проблема не в том, что нет информации, как там было, не знаю, 10-20 лет назад, ты не знал, где взять, как достать какую-то нужную информацию. Сейчас ее, наоборот, очень много, и важно как раз-таки ее фильтровать, потому что иначе ты будешь тратить очень много своего времени. Вот как ты фильтруешь. Кстати, вот этот навык приходит с опытом. Я считаю, что в самом начале ты должен читать все, а дальше ты уже сам понимаешь, что, в принципе, то, что не то. Я уже, как бы, понимаю, что то, что не то. И, условно, если я вижу какую-то интересную статью, а из статьи, кстати, очень много всякой информации, можно почерпнуть, то я ее, как бы, откладываю в лонглист. Но это тоже такое не очень рабочее решение, потому что лонглист – это обычно то, что ты очень редко проверяешь, и у кого-то там скапливаются статьи годами. Вот. Поэтому нужно, как бы, разгребать это. Я, как бы, не суперпро, как бы, в бизнесе сейчас, но учусь сам. Но что я осознал, что бизнес-книги все различные – это бизнес-курс прям вообще 100%. Это пустая трата времени. То есть хочешь что-то делать – бери и делай, как бы. Вот. Если у тебя есть какие-то вопросы, посоветуйся условно найти кого-то, посоветуйся с ним. Вот я уже, как бы, немного расширил свой круг знакомств. Как бы и все бизнес-книги, например, условно, если хочешь узнать, как работает венчурный фонд, то есть, например, отдельная книга для этого. Но если ты читаешь, словно, книгу «Как, условно, сделать бизнес с нуля», «Как стать успешным» и такое, это все полный бултшип, я считаю. Мне повезло, некоторые предприниматели для меня очень открыты. Ну, то есть они рассказывают все, что они знают. Они, ну, для самых новичков, я думаю, они не будут открываться так. То есть, условно, если бы я подходил к ним, условно, два года назад, когда я бы еще был, ну, не то, что я сейчас, как бы, тоже никто, но тогда еще вообще никто, просто школьник какой-то, то я думаю, они бы и не стали на меня тратить время. Но сейчас, как бы, я, как бы, показываю какие-то, возможно, перспективы. И, да, общение, то есть общение с ними что-то приносит прям. Я переосмысливаю свои взгляды, вот. То есть, как бы, много знаний они приносят, но они указывают какое-то направление. Еще очень важно, что я вот общался за последнюю, там, неделю очень много с кем. Все они, как бы, очень крутые ребята, но рассказывают все совершенно по-разному, у них разные взгляды. И я прям заметил, как, условно, один мне говорит делать то, советует делать то, а другой мне советует делать другое совершенно. И это прям сложно. Да, но есть ли у тебя какие-то профессиональные ориентиры? Не знаю, может быть, в программировании, а может быть, предпринимателей, на которых ты равняешься? Ну, равняться плохо, потому что ты, как бы, ну, ты не, у тебя не будет то же самого, ты будет, у тебя будет другой совершенно путь. И сравнивать, как бы, биографию. Я раньше любил сравнить биографию, у меня 12 лет, любимые книги были, там, биография Джобса, там, все такое. Но понятно, что это все, условно, это интересно читать, конечно, это все, очень много информации, такой сказочной. У меня любимый фильм был, ну, на самом деле, мне он до сих пор нравится, это про социальную сеть, называется социальная сеть. Но понятно, что это прям супер, кстати, сегодня был в офисе фейсбука, вот у меня. Нужно просто, как бы, любить то, что ты делаешь, как бы, и хотеть чего-то большего, я не знаю, как у Джобса есть цитата, быть голодными или что-то такое, оставаться безрассудными. Не знаю, но мне нравится, конечно, то, что делает Илон Маск, то, что делает, то, что раньше делал Марк Сукерберг, то, что сейчас делает, условно, Дуров, то, что... Ну, такие все известные, как бы, личности, но в то же время мне нравится, что, условно, делает то, с кем я знаком, там, Алексей Моисеевников, основатель призмы, там, Андрей Усольцев, ну, и все вот эти основатели призмы, там, Олег Якубенков, который как раз сделал курс по аналитике. Много ребят, которые не такие известные, но они тоже делают, как бы, будущее. Я очень, мне нравится, вот, можно было моим кроссовками шить. Я раньше считал, что Каню Уэст, он не... Все говорили раньше, условно, Каню Уэст гений, я не очень понимал, почему. Но я смотрел, в Яндексе был недавно трансляция от Владика Мармеладова, который продал свой стартап AirBnB, и который работал с Каню Уэстом. И он объяснил, у него там двухчасовой доклад, это прям очень интересно, он объяснил, почему Каню Уэст гений. Я реально, это прям взрыв башки. То, что они делают сейчас, ну, Каню Уэст, кто не знает, он не только, как бы, музыкант, певец, он еще дизайнер, вот, например, за дизайнером трансовки. И сейчас его компания Easy, которая сейчас делает трансовки, они, как бы, у них глобальная цель, это улучшить жизнь людей. И мне там Владик показал, например, концепт кроватки для ребенка, и это прям взрыв башки. Вот, мне это напоминает Apple при Джобсе, то есть, это прям суперкруто. То есть, Каню Уэст реально делает что-то очень крутое сейчас. Ну, и про Elon Musk не буду ничего говорить, там понятно все. Сейчас есть много таких хайповых областей, которые там AI, AI, да, искусственный интеллект, AR, VR, блокчейн, ну, то есть, они что-то отходят, но ты в мобильной разработке. Вот, что тебе из современных таких многообещающих областей ближе всего? Ну, ты вот говорила про VR, VR на самом деле не очень, как бы, перспективен. То есть, это, мне кажется, это было такое зарождение AR, а вот AR это уже такая перспективная тема. Вот, например, на этом дабдабе Apple показала, там, третий ARKit, и видно, что ребята делают такую ставку. Я думаю, что, типа, через год или в ближайшем будущем они выпустят AR-очки. Это станет, ну, не Google Glass, это будет что-то типа вот такого прикольненького, что еще не было. Вот, об этом даже уже слухи есть. То есть, AR сейчас, на самом деле, это как игрушка, то, что показывают на iPad, там, условно, в игры поиграть. Ну, есть прикольный кейс, условно, IKEA делает мебель, показывает тебе в доме, но пока это все тоже в таком бета-режиме работает. Вот, когда появятся AR-очки, наверное, это изменится. Поэтому пока VR, как бы, я мобильной разработкой стал заниматься, потому что, как бы, это уже была тогда такая сформировавшаяся область. И сейчас она, как бы, уже сформировавшаяся. Но понятно, что все меняется. Вот в мире программирования, там, вообще, IT, все очень быстро меняется. И я не, как бы, не говорю против того, что, условно, через 10 лет iOS или Android систем вообще не будет, что все мы будем заниматься чем-то другим. Насчет AI, то есть это уже, это уже старая тема, то есть это тоже сформировавшаяся область, сформировавшаяся специалисты, и AI идет в своем направлении. Я считаю, что это у этого большого, большого будущего. Роботизация, искусственный интеллект, ну, это, я не считаю, что это в каком-то будущем, то есть это, мне кажется, очень-очень долго еще до того, что будет реально какой-то искусственный интеллект, который думает, который произойдет интеллект человека, потому что сейчас это работает совершенно, там, очень тупо, можно сказать. Но это работает, эта область достаточно прибыльная, но я пока далеко от этого. При подготовке к этому интервью я прочитала, условно говоря, статью, в которой аналитики компании Гарнер говорят о том, что вот буквально уже там через пару лет, в статьях 2018 года, но тем не менее, вот уже к 2021 году якобы очень сильно снизится именно мобильная разработка, то есть компании начнут сильно снижать бюджеты на мобильную разработку и уводить эти бюджеты в сторону всяких чат-ботов, там, голосовых, визуальных помощников. Ну, то есть, как бы, эта область сокращается. Присматриваешь ли ты, ну, а твоя сейчас деятельность? Во-первых, вот ты во ВКонтакте занимаешься тем, что ты, ну, занимаешься вот мобильной разработкой, плюс твой проект, он же тоже завязан мобильным. Ну, как я сказал, во-первых, да, это вполне реальная ситуация. Я не думаю, что это будет через два года. Я думаю, что это будет на протяжении, как бы, ближайших 10 лет, 20 лет. То есть, это не так, это не в один миг произойдет. Потому что, например, у нас во ВКонтакте не хватает, как бы, их разработчиков, андроидеров, мы их активно, как бы, ищем. И не только мы, как бы, это прям, вот. Я, я, как я сказал, я иду в сторону больше предпринимательства, я иду в сторону, я сейчас изучаю и маркетинг, и продукт-аналитику, то есть, мне больше нравится, я не знаю, мне нравится общаться. Я вот тут ходил, я прям совсем, я много с кем пообщался, мне кажется, это, как раз, очень полезный скилл. То есть, софт-скиллы, это очень полезно с точки зрения построения бизнеса. А, как бы, бизнес, он никуда не денется. Ты будешь, понятно, заниматься предпринимательством, но, как бы, от технологий, от, вряд ли ты отойдешь. Потому что ты как-то в этом уже, и вот, важно, ну, предпринимательство, каких технологий ты будешь заниматься. То есть, вот, куда ты будешь продолжать мобильную разработку, или у тебя есть уже какой-то, там, бэк-план, который, на который ты присматриваешься. Ну, об этом сложно говорить, но вообще, как предприниматель, он не должен разбираться очень глубинно во всем. То есть, он должен знать, как работают технологии, он должен знать, как работают технологии внутри его проекта. Но он может не уметь писать платы. Я не говорю, что я не буду таким. Ну, например, Иван Маск, он вроде как знает, как работают танки, это, как бы, он сам инженер, он много читает, как я слышал. То есть, у меня, как бы, большой бэкграунд достаточно технический, и я не считаю, что это будет проблемой, как бы, изучить новую область. Вот. А ты коснулся темы софт-скиллов. Что тебе бросается в глаза, когда ты приезжаешь сюда, и когда ты, например, общаешься, там, с коллегами, не знаю, с кем-то еще в России? Ой, тут, короче, жесть вообще. То есть, тут, я не знаю, но это, во-первых, впечатление от WWC. Я тебе реально покажу видео. Там просто люди, вот этот Apple Staff, вот, они в таких голубых майках, они окружали вот все помещение, их было очень много, они кричали. Ты подходишь к ним? Они такие, уё, what's up, man? Они очень открытые, они сами начинают разговор, они постоянно улыбаются. Я вчера с таксистом, блин, я ехал, я ездил в Сан-Франциско и обратно, я такой, еду, еду, и он просто включает, я такого нигде не видел, подкаст об AI, о технологиях. То есть, в России, я не знаю, чем занимаюсь таксистом, но такого точно никогда не видел. Ну, это немного такая сконцентрированная зона все-таки, ну, условно говоря. Но еще я могу рассказать, вот первый день WWC, мы, я просто шел, и там стоит полицейская машина, в нем сидит чувак, очень похожий на Майвазер, у него такой взгляд, прям очень такой, очень серьезный. Я смотрю на него, мне просто было интересно, и он резко начинает улыбаться такой, и я вижу, как он из окна, он на него начинает махать. И тут вот прям реально, то есть, он такой, вам помочь чем-нибудь, ребят? Я такой, не, не, все окей. Дальше мы идем дальше, такая же полицейская машина, чувак сидит и говорит, о, вы на WWDC хотите, я вас подвезу? Да. Полицейский, я в России боюсь полицейских, честно скажу. То есть, я как бы, здесь они очень дружатся. То есть, здесь как бы очень отличается это все. В России даже на конференциях ты, вчера на конференции я был в Сан-Франциско по инвестициям, и там я со всеми закорешился, мы поговорили, то есть, они сами даже начинают диалог. В России, если ты сами начнешь диалог, то вряд ли ты с кем-то начнешь говорить. Все очень закрыты какие-то, я не знаю. Как ты видишь свою карьеру, вот, ну, идеально, в течение обстоятельств? Я не очень люблю об этом говорить, потому что, ну, мне кажется, чем больше говоришь, тем меньше, как бы, делаешь. То есть, у меня такой подход. Я так же не планирую что-то прямо на ближайшие, там, 20 лет. Сейчас мне нравится делать то, что я делаю. Если, возможно, через 5 лет мне больше не будет это нравиться, я буду заниматься чем-то другим. Вот я еще музыку писал, у меня есть SoundCloud, но он не очень популярен, не знаю почему. Может, сейчас немножко станет популярнее при помощи этого видео. Вот, у меня там два трека, мне очень нравится, словно, Мартин Гаррикс, и я что-то... Ну, я не пытался копировать, но очень нравится электронная музыка такая. Вот вчера вышел, например, посмертный альбом Avicii, очень прикольный. То есть, я не люблю, как бы, планировать что-то, но мне нравится делать что-то такое стартаперское. Вот, мне нравится общаться, и из этого что-то получается. Могу ли я тебе задать вопрос относительно твоих, не знаю, заработков сейчас? Вот насколько они покрывают? Если можешь, назови какие-то конкретные цифры. Если нет, то просто, условно говоря, порядок. На что тебе хватает? Ну, я не люблю говорить про цифры, но могу сказать, что в IT-компаниях в целом, как бы, зарплата выше среднего, чем в России, там, или даже в крупных городах. Я не снимаю квартиру, я живу с мамой, но, как бы, это не проблема. Я считаю, что это, на самом деле, прикольно, потому что я из Питера, и мне не нужно тратиться на квартиру. Вот, поэтому у меня есть, как бы, плюс деньги. Вот, а в основном я откладываю, и иногда, там, радую себя, не знаю, как-то сказать, тратить на какую-нибудь одежду, не знаю, и люблю на всякие гаджеты тратиться, там, вот. Вот, собственно, все, как бы, ну, и хожу, там, я не знаю, в Питере много всяких развлечений, и ресторан, хотя ВКонтакте мне составляет отдельную карточку на ланч, которая, в которую ты ходишь по всему Невскому и кушаешь, но она заканчивается под конец месяца у меня, я там тратить, условно, на свои. А, еще я ходил в зал, тратил на это деньги, вот, беру курсы по английскому, то есть, деньги на развитие, там, в автошколу потратил недавно. А, вот английский, ну, тебе хватает сейчас английского, который у тебя есть, для того, чтобы здесь общаться? Общаться, да, хватает, но ничему нет предела, у меня херовый акцент, у меня иногда не хватает словарного запаса, иногда я не до конца могу выразить свои мысли, но в целом без проблем общаюсь, то есть, на самом деле, вот эта неделя, я жил, нас поселили всех сколошиперов в Сент-Хосе Сейт-Университи, там, в общежитиях, в них общежития, как, там, гостиница у нас в Москве, и нас поселили, как бы, по два человека, меня поселили с чуваком из Венгрии, и все общаются на английском, и, соответственно, вот, последнюю неделю для меня был прям такой скачок, может, в уровне, потому что я прям в среде был, хотя тут русских ребят много, я с ними тоже общался, то есть, если я, наверное, вообще с ними не общался, было бы еще круче. Да, ну, а вот, находясь в Питере, ты каким образом улучшаешь свой английский? Есть ли для тебя вот какие-то действенные способы? Да, вот до того, как я пришел ВКонтакте, у меня все было плохо, у нас, хоть я и ходил в школу, там, с углубленным английским, но у нас с нами никто не разговаривал, словно мы сидели в учебнике, подчеркивали что-то, это было, как бы, не очень кайфово, но была база с какой-то грамматикой, но разговорного у меня еще не было. Я пришел ВКонтакте, у нас был, у нас внутренние курсы есть, чувак приходит, Крейг, он из Манчестера, у него идеальный английский, ну, понятно, он жил там, он живет в России уже как 5-10 лет, и у него хороший британский английский, и за вот там, условно, я год к нему ходил, у нас там два раза в неделю были занятия по два часа, я прокачал очень сильно и слух, и разговорный, но потом что-то мне стало скучно, потому что все-таки это не индивидуальные занятия, тебе мало внимания уделяется, и я сейчас к нему не хожу, я беру индивидуальные занятия в онлайне. Поняла. В завершение этого интервью мне хочется все-таки ему придать такую немного философскую, ну, или там, не знаю, взгляд в будущее сделать. Вот мы говорили с тобой о таких разных технологиях, там, AI, AR и прочее там подобное, как ты считаешь, какие самые главные прорывы будут в будущем благодаря этим технологиям? Как изменится, условно говоря, наша жизнь там через 20 лет, через 50 лет? Очень сложно говорить о будущем, особенно через 20-50 лет. Ну, типа, никто, там, условно, 20 лет назад не знал, что такое iPhone, то есть никто не знает, но я считаю, что все идет в сторону, условно, product as service, то есть никто сейчас не будет платить за что-то конкретно, особенно в США сейчас это очень распространено, условно, все за подписку, iPhone по подписке, я не знаю, квартира по подписке, ну, все по подписке, условно, ты платишь в месяц какую-то сумму и получаешь что-то себе, там, еда, Uber, Lyft, там, все такое. Насчет каких-то конкретных технологий, я не знаю, не могу сказать. Ну, если бы ты сейчас снимал кино, да, то есть помнишь, ну, есть различные кино, которые, там, рассказывали о том, что самолеты, там, машины будут летать, они все еще до сих пор не летают, ну, то есть вот у тебя есть какой-то технический бэкграунд, но вот если так... Я могу рассказать, вот у Маска есть, как бы, план к 2020 году запустить беспилотное такси на Тесле. Я считаю, что это, конечно, перспективный план, но у него ничего не получится именно к этому году, но получится, условно, то есть к 2020 году еще ничего не готово, но, условно, через 5 лет будет готово. Беспилотное такси уже тестируется где-то, могу соврать, вроде в Австралии от Гугла. Ну, и Uber, по-моему, делает какие-то... Да-да-да, то есть через 5-10 лет точно уже это будет. Марс через 10 лет, через 50 лет точно уже, я думаю, будут какие-то первые колонизации на Марсе. То есть это не будет прям супер распространено, что ты покупаешь билет до Марса и едешь обратно, как сейчас там на Аэроселсе покупаешь, но уже будет какая-то колонизация, да. Маска, наверное, уже не будет к тому времени. Но будет кто-то другой. Да, то есть это такие глобальные цели AI. Я не думаю, что через 5-50 лет будет искусственный интеллект такой, который представлен в фильмах, но я думаю, что будет уже что-то гораздо более умное, чем сейчас. У нас появилась идея конкурса. Для того, чтобы получить, пока мы не знаем что, или сладости, или стикеры, а может быть и то, и другое. Ну, можно стикеры ВК в теории, либо купить, ну, или не купить сладости тут из США, посправить кому-нибудь. Да. Что нужно сделать? Придумать или, возможно, ну, в общем, придумать, да, такое креативное задание, какой-то сверхъестественный, сверхъестественный какой-то продукт или технологию, которая никому сейчас неизвестна, но станет суперпопулярной, ну, в теории станет суперпопулярной, без чего будущее, условно, не сможет обойтись через 20-30 лет. Например, какой-нибудь летающий борт, на который ты встаешь, и как назад в будущее, которого до сих пор еще нет. Летающий. Летаешь. Или, я не знаю, какой-нибудь костюм железного человека. Отличная идея. В общем, ставьте хэштег конкурс, чтобы мы их не потеряли, а результаты мы объявим где? Ну, если у тебя какая-то социальная сеть, куда ты готов? Я готов принимать новых подписчиков. У меня есть инстаграм. Инстаграм, отлично. Ты скинешь ссылочку? Да, положим в описании ссылочку прямую. На этом все. Спасибо тебе, Кирилл, за то, что отозвался, сдал интервью. Вам, ребята, спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Не забывайте принять участие в конкурсе, поставить лайк и подписаться на канал Кирилла. На канал, на инстаграм Кирилла. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok